приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 12 февраля 2022 года обращаем ваше внимание что 12 февраля мы все отмечаем важность церковный праздник собор трех святителей или день трех святых поэтому обязательно сегодня прочитайте очень важные слова и будет защита от недоброжелателей от врагов от всех тех людей которые вам желают возможно зла эти слова это охранный щит поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и используйте эту ценную информацию во благо себе итак друзья 12 февраля православные христиане отмечают важный церковный праздник собор трех святителей или по-другому называется этот праздник день трех святых василия великого иоанна златоуста и григория богослова также этот праздник еще называется как праздник трех святителей или собор трех святителей в народном календаре этот день называется праздник трех святых василия в день звериной свадебных или зверский праздник начинали в этот период девушки петь веснянки зазывалки чтобы призвать скорее весну нужно было не стесняться и петь так громко как только сможете и тогда весна вас точно услышит и придет в ночь с 12 на 13 февраля люди оставляли свою старую обувь за порогом для того чтобы привлечь дом счастья и порядок народе говорили что в этот день птицы животные очень бурно выясняют отношения друг с другом а делали они это для того чтобы определить кто уже будет женихом посещать лес в этот день не советовали наши предки потому что можно было попасть на разоренных птиц и злых животных нельзя было в этот день ходить на охоту в лес а вот накрывать на стол нужно было только блюдо из дикой птицы и зверей подавалась утварь с разными начинками красиво обязательно украшенная мясо в этот день употреблялась не ограниченных количествах обращали внимание в этот день и на поведение животных волки под жилищем завивали и за из сад прискакивалась прискакивал значит наши предки знали то что ждать еще морозов а к снегу было метели и слякать в этот день мыши из леса выбегали на снег то знаете что ждите а теперь конь ложился на снег к теплой погоде если дул сильный ветер и не вам было без облаков то и так сильному похолоданию вокруг солнца появились круги знайте весь год будет урожайным откажитесь сегодня от похода в гости к родственникам или друзьям потому что может все закончится большой ссорой или даже конфликтами ну а если возникла проблема с выбором чем заняться знайте выход есть всегда прогуляйтесь сегодня купите себе ароматный кофе или отправьтесь на прогулку часик 2 вы погуляете и можно будет возвращаться домой с чувством выполненного долга ну и хороших 8000 шагов сможете пройти для общего здоровья народе в этот день запрещалось шить стирать и прести поэтому замените сегодняшнее вышивание картины крестиком например нарисование картины по номерам суть заключается в том что нужно расслабиться и сделать что-то своими руками такой вариант точно вам будет по душе главное не потеряйте контроль во времени с такой картиной можно будет и не заметить парочку часов а вот мужчинам стоит заняться дворовыми работами можно подготовить красивую беседку к лету это кстати будет очень кстати там можно будет проводить время и прятаться от палящего солнца можете наколоть дрова для печи и потрусить ковры от пыли и мусора вся сделанная работа в этот день мужчиной будут удачно складываться также будут удачными и планы которые вы себе задумали и решили воплотить не стесняйтесь загадывайте для себя все самое лучшее и не бойтесь рискнуть в этот день а точнее загадать что-то больше чем обычно сегодня можете построить планы на неделю на полгода или вовсе и на весь год все предпринимательские начинания творческие проекты бизнес будут сегодня успешными и будут удаваться без всякого труда помечтайте например о новой машине или отпуске где-то в греции завершайте свои дела готовьтесь к отдыху стройте планы на выходные дни и встречайте вечер и конец дня в хорошем и добром настроении чувством выполненного долга и удовлетворением от работы настраивайтесь на позитивный отдых знаете сегодня у вас точно все получилось получишь получится а если у вас случилась ссора с подругой любимым человеком или родственником новоселье в день обязательно вы должны поговорить и помириться иначе так весь год и будете враждовать не бойтесь сегодня лишний раз извиниться и сказать спасибо в наше время люди забывают за такие пространства слова обнимите человека и объясните что вы были не правы а вот ревновать злиться ругаться обзываться в этот день достаточно плохая примета наши предки считали если выставить сегодня 12 февраля за дверь свою старую обувь то можно было избежать ссор и разногласий в доме на весь год однако сегодня вы должны быть как можно осторожнее и внимательнее к своему здоровью неосторожные действия потеря бдительность может стать причиной травмы особенно бытовой или несчастного случая сегодня лучше отказаться от участия в светских и увеселительных мероприятий ограничить себя разве в развлечения заняться домашними делами укреплением своего здоровья обновлением бытовой техники и оборудования сегодня день омоложения когда полезно заняться своим здоровьем поэтому желательно и очень хорошо совершить прогулку к к речке в лес прогулка вас успокоит гармонизирует а также придаст бодрость и силу и уверенность и наполнит ваш организм здоровьем посмотрите вечером внимательно на звезды и осознайте что как они достаточно далеко от нас и не находились бы ну мы всегда стремимся достать их и приблизиться к ним так и наша цель в жизни как бы далека она не была какой бы казалось невыполнимой и недостижимой она была мы всегда стремимся к ней медленно и уверенно на протяжении всей жизни мы с вами идем за своей мечтой за своей путеводной звездой не стоит в этот день менять постельное белье иначе могут возникнуть проблемы со сном сюда мы относим не только бессонницу но и и ночные кошмары в эту ночь стоит обратить внимание также и нас подачу информацию в снах молодые подсказки о том на какие сферы жизни вам нужно направлять свой напор и силы какие стоит совсем отпустить и не тратить свое время и силы рожденные люди 12 февраля имели хороший дар в общении с птицами и зверюшками и с дом большое количество у вас животных наверняка вас доброе сердце и даже день рождения сегодня друзья как мы сказали ранее в начале этого видео что сегодня великий праздник день трех святых или праздник трех святителей а значит вы сегодня можете прочитать особые слова особую молитву благодаря которой вы можете сотворить охранный щит поэтому 12 февраля в любое время три раза прочитайте следующую молитву и вы будете под защитой если у вас есть возможность время обязательно сходите в церковь храм и купите себе иконку собор трех святителей нет возьмите откройте интернет тоже вот хорошо хотя бы посмотреть и попросить у святителей все то что вам действительно важно и нужно а молитву которую нужно сегодня сказать звучит следующим образом василий григорий и иоанн великие правды хранители и слова божьего заступники храните нас от дьявола и лезьте его помогите слово божье услышать и молитве быть честными молите бога о нас недостойных рабах его да услышит он и наши молитвы которые исходят от сердца молите бога о милосердии и о прощении грехов наших вольных и невольных аминь читать эту молитву можно как за себя так и за близкого человека итак друзья далее у нас с вами лунный календарь на 12 февраля 2022 года сегодня у нас с вами 12 и 13 лунный день растущая луна в знаке зодиака рак вы знаете сегодня наступил по лунному календарю тихий спокойный день день победы мудрости над чувствами и умом это и день успокоения и величия духа день уединения покоя любви ко всему окружающему молитвы этого дня будут услышаны в этот день не будет каких-то энергетических всплесках вспышек негатива и проявлений темных сил однако и буйство фантазии агрессивному напору в делах сегодня тоже нет места это абсолютно гармоничный во всех отношениях день который приносит в наши души умиротворения и если вы сегодня обращаем ваше внимание что сегодня дух над телом а материальное над духовным и такой девиз этого дня которые призывают каждого человека обратить внимание свой взор внутрь себя проанализировать свою жизнь свои стремления и возможности и сделать соответствующие выводы именно в такие моменты размышлений и придет человеку озарение божественной истиной откровение может прийти даже тем кто считал себя глухим по отношению космической энергии она найдет сегодня любого кто позаботится о своем духовном самосовершенствование если кто-то будет пренебрегать этим советом будет продолжать думать и заботиться только материальном благополучии позабыв о своей душе самом скором времени все это все чистолюбивые планы к сожалению могут рухнуть потому что истощенная и измученная душа не сможет поддержать даже самое сильное тело в трудные минуты и друзья лунат как мы сказали уже сегодня в раке но есть сегодня опасность попадания под влияние сильного постороннего человека потому что любое про я проявленное сочувствие и участие которое вызывает человек вызывает доверие к нему один раз можно попасться в другой использовать этот момент в своих целях но кроме отрицательное воздействие луны есть и положительное например в этот день можно наладить отношения между детьми и родственниками приступить к накоплению материального и духовного наследства развить интуитивные способности научиться понимать и принимать бессознательные реакции людей сегодня пожалуйста 12 февраля не допускайте спешки торопливости и суеты это лишь вам навредит пусть все идет так как идет до поры до времени поэтому не вмешивайтесь вход событий что же касательно друзья стрижки волос в этот день то стрижка подстригая волосы сегодня вы рискуете нарушить порядок жизни что может повлечь за собой изменение судьбы к сожалению не в лучшую сторону поэтому если вы посетите парикмахеры и пострижетесь в этот день 12 февраля рискуете не только испортить стрижку но и получить травму даже ближайший месяц поэтому несмотря на все вышесказанное этот день все таки хорошо подходит для посещения салона красоты кератиновое выпрямление или химическая завивка по минимуму навредят вашим волосам что поможет им выглядеть хорошо исключение составит лишь те чьи волосы от природы сухие и тонкие оздоровительные процедуры это отличный выбор для сегодняшнего дня волосы получат нужные витамины и жизненные силы что способствует их улучшению окраска натуральными красителями привлечет денежные средства поэтому что касательно самой прически то придумайте себе что-нибудь оригинальное на голове такая прическа решит проблемы в любви и делах сегодня не время жаловаться обращаем ваше внимание плакать и жалеть себя есть вероятность застрять в этом состоянии надолго плохой знак это разбитая посуда и пролитая жидкость считается что это знак страдания и одиночество примите и проживите это состояние и она обязательно пройдет вашей жизни вот друзья такие у нас народные приметы такой великий праздник нас всех ожидает 12 февраля обращаем внимание на лунный календарь друзья с вами как всегда был канал затерика для тебя подписывайтесь ставьте лайки мы услышимся с вами уже в следующем видео